Рассмотрим вариант применения джеба, как его использовал, в частности, Мухаммед Олейн. То есть расстреливая противника три джеба. Если вы вспомните его бои, что он делал? Уход и на каждый удар шаг. Он двигается все время вокруг противника, закручивая его. Рассмотрим подводящие упражнения, как это можно использовать в пустых руках, либо с ножом. Итак, действие первое. Стоит партнер, он сейчас стоит на месте. Наша задача все время соблюдать дистанцию. Мы можем вытянуть руку, положить на плечо, не фронтально, становимся другим боком. И как бы спиной начинаем двигаться вокруг него, сохраняя дистанцию. В одну сторону поменяли руку, пошли в другую сторону. Не приставные шаги, а именно вот я двигаюсь спиной. Сохраняя дистанцию. Это важный момент. Мы не просто убегаем от него, мы именно циркулируем вокруг противника. Как только вы это освоили, начинаем добавлять вариант ударов. То есть в частности, это вот движение мы касаемся оппонента. На каждый шаг. То есть здесь должна быть полная синхронизация. Шаг, 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 удар, шаг, удар, шаг, удар, шаг, удар. Это обязательно. Как только поймали это действие, начинаем соответственно ускорять вплоть до бега. Наша задача крутиться именно вокруг противника. Это позволит нам касание чувствовать ту самую дистанцию. То есть то, что мы можем видеть, как делал мы. Как мы это можем использовать? В частности, в пустых руках. Для примера. Стоившись в антальной позиции, в какой-то момент оппонент наносит нам, например, правой рукой удар. Ушли. Обратим внимание, опять же, на норму. Движение у нас складывается независимо от того, какой-то бой мы уходим. То есть, если в момент его атаки вес тела у нас оказался на этой ноге, значит, в момент первого удара мы делаем циркуль. Два, три. Если в момент его атаки мы находились на этой ноге, соответственно, шаг у нас будет в сторону и последующее закручивание. Для того, чтобы сохранить баланс, потому что одно из ошибок по опыту уже, бывает то, что первые два идут в касание, третьи на разрыве дистанции, и фактически мы убежали от противника. Мы не решили задачу. Поэтому добавляем четвертое действие. Вспоминаем, работаем комбинацию, всегда делаем плюс один. То есть, раз, два, три, четыре. С другой ноги мы начинаем. Раз, два, три, четыре. Именно вот это четвертое действие вам покажет, правильно ли вы сохранили дистанцию и добиваете противника. Если мы говорим про вариант ножевого боя, здесь мы имеем ту же самую картину. То есть, мы стоим в позиции, большинство кидается в атаку, не просто, а так, чтобы влететь в клинч и пробить насквозь, то есть мощным усилием, которое мы также уже рассматривали. Здесь мы используем его инерцию. Он кидается. Раз, два, три. Разрываем дистанцию. Раз, два, три. Мы идем по кругу. Его движение на нас облегчает задачу. При правильном действии, при правильном, он успеет сообразить и провалившись развернуться к нам лицом. Но, скорее всего, это на высоких скоростях произойдет уже на третьем нашему бою. То есть, получится что? Раз, два, три. Так что вы уже решаете сами. Итак, в пустых руках, в зависимости от того, с какой стороны пойдет атака, мы туда размещаемся. Если мы говорим про фехтовальный вариант, то есть у нас уже ограничение по одной руке. Соответственно, когда идет атака, мы отрабатываем именно в эту сторону. Мы убегаем спиной. Не приставной шаг, не прыжки, а как бы спиной и боком противными. Пробуйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!